Приветствую вас, прочитал ваш текст, я думаю, что ключевой момент того, что вы написали, это аспект негатива, да, то есть вот просто негатив, то есть негативные установки, да, какие-то, которые, скорее всего, и толкают вас в сторону депрессии, депрессивного состояния. Ну, в принципе, я думаю, что вы и сами догадываетесь об этом, о том, что вы достаточно депрессивный человек. Вот. А связано это, конечно, именно с тем, что очень много негатива. Негатив это интроекты, есть такое понятие интроект в психологии. А, вот. И, соответственно, именно по причине интроекта, то есть цельного полного принятия того, что вам говорят, того, что вам говорят, что вам дают, а вы и испытываете подобные переживания. Вот. На мой взгляд, ситуация заключается именно в этом, ну, это ключевой момент, один из ключевых моментов. То, что вы не видите рационального зерна в негативе, вы не видите плюсов, вы не видите положительных сторон в негативе. А тема, безусловно, есть. То есть не умеете извлекать для себя опыт, не умеете делать выводы из негатива. Это первое. А второе, это, безусловно, непринятие себя, которое у вас есть. Да, то есть вы говорите, что он плохой, что вы создание временных привычек, вот, и так далее. То есть тут, на самом деле, тоже не нужно быть гением, чтобы понять, что у вас данное восприятие себя берет начало, опять же, из интроектов. То есть вам кто-то говорил, скорее всего, родители говорили, вот, о том, что вы, ну, такой. И вы, не до конца, понимая причин, пока прям они вам это говорили, значит, приняли это на веру и, соответственно, думаете о себе именно так. То есть понятие вред и польза для вас, ну, на мой взгляд, достаточно, достаточно размыто. То есть вы ориентируетесь, когда говорите, что вы плохой, да, вы ориентируетесь не на себя в этом случае. Ориентируетесь вы на кого-то другого или на что-то другое, на какие-то другие ценности, на какие-то другие взгляды. Но не на себя. И у этого тоже есть свои причины. Да, то есть нужно понять, что это за взгляды, что это за ценности, что это за люди, вот, которые вам это все говорили. Ну, и на понять, что эти люди хотели от вас, хотели для вас. И уже исходя из этого, можно будет тогда вам вырабатывать новый взгляд на вещи, новый взгляд на себя. Вот, ориентируясь именно на себя. Вот. То есть вам нужно увидеть природу этих интроектов, грубо говоря. Да. Вот. Ну, понятно, что самостоятельно сделать это невозможно. Вот. Что касается непринятия себя, то это момент такой, да. Опять же, кто-то вам внушил, что у вас есть вот плохие черты, хотя, по сути дел, кому они вредят, да. Вот. То есть нужно работать с принятием себя. Ну, и последнее, это, пожалуй, то, что вы говорите, что хотите стать добрым. Вот это очень показательно, на мой взгляд. То есть, что значит, и вы хотите стать добрым? Добрым человек может быть только в том случае, если он полон внутри. То есть если у него есть гармония внутри себя, он может стать полным-полным. Если этой гармонии внутри нет, то и полным стать человек, соответственно, не может, к сожалению. Да? Ну, вот. То есть это нужно обязательно учитывать. И, собственно, цель для чего? Знаете, доброта, она безусловна. То есть, ну, доброта просто есть. Если кто-то что-то делает для другого человека по доброте, да, то он просто это делает. Ну, просто потому что ему хочется. Так. И всё. Он ничего не ведёт. От этого. А вы? Вы добрым для чего хотите быть? Какая у вас потребность? Чтобы что? Кому угодить хотите? Кого порадовать хотите? Своей доброту. Вот это нужно обязательно разобрать. Тогда и будет вам самому понятнее, для чего вы живёте и так далее. Кстати, потеря личностного смысла, да, это тоже связано с тем, что вы, как бы, руководствуете не собой, не своими какими-то целями, да, а целями других людей. При этом ваши желания всё равно о себе дают знать. Вот. Но, поскольку вы запрещаете их себе, то они прорываются в виде привычек, за которые вы себя вините. А если бы желания были во время отслеженных и реализованы, то я полагаю, что никаких проблем бы у вас не было. И вы могли бы достаточно легко чувствовать себя в гармонии с самим собой и другим миром. Вот пока, на досуге, подумайте о том, как вы едите, как вы питаетесь. Вот. Подумайте об этом. Пережевываете ли вы пищу быстро, глотая или пережевываете тщательно, едите ли вы медленно или очень быстро? Является ли первый кусок для вас вкусным, а остальные нет? Или все кусочки чувствуются на вкус? Подумайте об этом, это очень важно. Ну и, в заключении, мне бы хотелось вас спросить, с какой целью вы задаёте этот вопрос. То есть, вам 38 лет. А возраст, надо сказать, ещё очень-очень маленький. Можно ещё всё исправить, всё можно сделать, всё можно подкорректировать. Но для этого нужна работа. Для этого нужно ваше желание работать над собой. Для этого нужно, чтобы вы не просто подскажите, как стать добрым, если бы такие рецепты универсальные были бы, то все были бы добрыми. Ну вот. Это работа. Индивидуальных средств нет. Если вам это интересно, то я полагаю, что вы выберете себе психолога и начнёте работать над своей проблемой, если вы их действительно хотите поменять. А там, глядишь, и цели появятся. Когда освободитесь от интроекта, когда освободитесь от лишнего, что давит на вас. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и буду рад ответить вам на вопросы, если они у вас появятся. Удачи! Спасибо.